Всем доброе утро. Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Сегодня у нас вторник, следовательно, 99-й лоскутный эфир. И если вы помните, в предыдущем эфире я вам обещала, что я вам расскажу, как сделать расчет внешнего края красивой трехзвенной каймы. Помните. Я сдержу свое обещание. Поехали. Мы с вами начали с того, что составили расчеты. Вот этот файлик вы сейчас скачаете внизу под эфиром. Не переживайте, ничего страшного в нем нет. Я сейчас наклоню вам, буду помогать всячески, чтобы вы свои расчеты составили легко и быстро. Итак, поехали. Сейчас, чтобы вам было видно получше. Значит, смотрите. Мы начали с мысли, что у нас есть три части каймы. Широкая, узкая, узкая, извините, самая темная. Она у нас внутренняя. Эту ширину каймы легко посчитать. Она у нас однородная. Она у нас составила 6,1 см в готовом виде и 7,3 см в виде раскроя. Сейчас, вот она. Значит, всего длина этой каймы составит 5,20 см. Как я это посчитала? Я в внутренний центральный прямоугольник, который у нас размером 105 на 135, 105 плюс 135, нашла периметр 480 см и добавила 4 ширины полосы. 7,3 на 4, это примерно 30, плюс 30 см. Получилось 510 см, но здесь у меня 520. Десяточку я добавила на разгон, на всякий случай. Значит, дальше мы с вами посчитали среднюю, самую светлую полосу каймы. Вот эту. Вот эту. Сейчас, секундочку. Вот, да. Вот эту. Значит, ширину этой полосы мы считали как 10 см. А ширину в раскрою 11,2 см. Соответственно, нам понадобится полоска длиной 565 см. Почему? Это я вот эти 520 см добавила 4 ширины полосы. 11,2 умножить на 4 получится 45 см, но вот 520 плюс 45 получится 565 см. Вот что у меня и получилось. Ну и теперь ключевой вопрос философии. Вот эта полоска. Самая красивая, самая разноцветная, самая внешняя средней светлотности. Какой она должна быть? Мы с вами говорили, мы с вами говорили, что ее ширина в готовом виде, вот смотрите на расчеты, видите, 16,2 см. 16,2 см. Ну, соответственно, с припуском на шов это 17,4 см. В раскольном виде. Но в прошлом эфире я вам сказала, что поскольку полоса у нас получается наборная, разноцветная, да, то еще тут с техникой прохождения топового угла, мы с вами посчитаем, сколько же тканюшек нам понадобится. Вот для того, чтобы посчитать, сколько тканюшек нам понадобится и каких, я буду исходить из определенных предположений и показывать вам расчеты. А вы, ну, если хотите, эти расчеты потом сами скорректируете. Ход событий я вам объясню. Итак, мы начали с мысли, возвращаемся сюда, что у нас ширина вот этой полоски, вот этой вот, составит в раскроенном виде 5 см. Вот я ввожу 5 см. Мы уже знаем, что припуск на шов 1,2 см, соответственно, в готовом виде она составит 3,8 см. Вопрос философии. Сколько таких полос понадобится нам для окантовки? Очень просто. Это длину каймы, а длину каймы мы знаем, это периметр одеяла, разделить на 3,8. Если мы 740 разделим на 3,8, получится 194,7 полос. Ну, грубо говоря, почти 200 полос. Теперь вопрос, сколько полосок какого цвета нам понадобится? Мы исходим с вами из предположения, что у нас 5 разных цветов. Вот я отметила, что у нас 5 разных цветов. Ну, дальше 195 полосок разделить на 5 разных цветов, получится 39 полосок каждого цвета. Это все совершенно просто посчитать. Ну, а теперь, если у нас 39 полосок каждого цвета, то сколько мы должны выкрепить длину каждой полоски, чтобы мы сложили вот эту цветную кайму? Все очень просто. Мы должны с вами выкрепить 39 полосок. Я вам сейчас наклоню еще раз покажу. 39 полосок вот эти, то есть каждого цвета, умножить на 17,4 сантиметра. Умножаем 39 полосок, умножить на 17,4 сантиметра. Получится 678,6. Ну, по-простому говоря, 680 сантиметров. Ну, к бабке не ходи, 7 метров, короче, надо кроить. Почему 7? Потому что где-то вы ошибетесь, где-то вы обрежетесь, где-то еще. А если у вас лишнее останется, вы себе какую-нибудь налочку красивую скроете. Поэтому, какой осадок нашей беседы. Для того, вот этот файлик у вас будет. Не переживайте, вы его сейчас скачаете внизу, прямо под эфиром. Нажмете ссылочку и скачаете. Все у вас будет, не переживайте. Смотрите, итогов. Для того, чтобы сделать вот такую наборную, цветную, внешнюю часть каймы. Видите, да? Мы с вами должны, предполагаем, что мы используем полоски шириной в раскроенном виде 5 сантиметров. Что мы используем 5 разных цветов. И что мы, как бы, окантовываем по внешней стороне. Исходя из этого, полосок 5 разных цветов, шириной 5 сантиметров, нам понадобится 7 метров каждого цвета. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать вам, касаемо расчетов вот этой вот полосы. Еще мы должны с вами сказать о том, что здесь, вот в этой трехзвенной кайме, посмотрите, использована техника прохождения тупого угла. Эта техника, вы знаете, я могу вам ее, конечно, рассказать. И будет случай, я вам обязательно ее расскажу. Как бы, ну, как правило, те девушки, которые учатся в нашей академии, уже в средней школе вот эту технику тупого угла, блестяще осваивают. Она нужна для того, чтобы делать узоры в стиле окошка. И для того, чтобы вот так вот грамотно, очень красиво, ровно выстраивать каймы. Ну, поскольку эфир бесплатный, я вас в нашу академию не буду приглашать, поскольку это за деньги. Но скажу вам следующую фишку. Вообще-то, примерно раз в месяц я провожу бесплатные вебинары по лоскотному мушетию. И вот с этих бесплатных вебинаров я обычно продаю курсы академии с очень-очень большой скидкой. Но если курс с пакетом «Ремесло» стоит 180 тысяч, то очень часто я его продаю за 39, 40, 45. Ну, я просто не знаю, вот в какой момент вы меня слушаете. Поэтому цены там пляжут в зависимости от ряда обстоятельств. Ну, я продаю больше, чем с 30% скидкой эти курсы. И, конечно, учащиеся охотно берут. Единственное, что меня напрягает в этой ситуации, это то, что есть люди, которые оформляют заказ, а потом его по каким-то причинам не оплачивают. А курс уже набран, поток 20 человек. И люди, которые хотели попасть, они не попадают. То есть они либо вынуждены ждать следующего бесплатного вебинара, либо вообще не попадают. Поэтому, пожалуйста, я вас очень прошу. Если вы заказываете курсы, то уж вы их берите, будьте бдительны. Потому что учиться в нашей академии очень здорово. И очень многие учащиеся, все учащиеся у нас очень довольны. Они шьют потрясающе красивые вещи. Это связано в основном с тем, что я вообще по профессии топ-менеджер. Но 5 лет назад я закончила свою топ-менеджерскую деятельность, потому что я считаю ее неправильно. Потому что мое последнее место работы – это французская, очень крупная международная компания. Я поняла, что я не могу себе позволить тратить свою жизнь на обслуживание французских акционеров. Они мне не одные, друзья не близкие, не знакомые. И даже та зарплата, которую я получила, это большая зарплата. Она не компенсирует, то есть она не давала мне счастья. И вы знаете, где-то года два назад я вдруг села и написала свою миссию. Я вообще считаю, что наши женщины очень талантливые. Наши женщины российские очень талантливые. Где бы они не жили в Пруклине, в Австралии, где угодно. Это самые талантливые бабы на свете, честно. Так вот, я хочу, чтобы мы с вами создавали историю своей семьи. И поэтому я вот всеми силами стараюсь, чтобы каждая женщина могла сшить для своей семьи семейное лоскутное одеяло, которое станет семейной, фамильной ценностью, и частью истории ее семьи. Чтобы даже спустя 25, 40, даже 50 или 100 лет ваши внуки-правнуки, пра-пра-пра-пра-правнуки могли взять это одеялко, перевернуть его на изнаночную сторону и прочитать рукописную этикеточку, на которой написано, кто это одеялко делал. Я думаю, что это правильно и хорошо. И это по-человечески. Это, собственно, все, что я хотела вам сегодня сказать о расчетах каймы цветной. Ну и следующей серии мы продолжим и поговорим о шестизвенной цветной кайме. Это тоже будет очень интересно. Ну, а сегодня... Всем пока! Сегодня 30 октября. Мне наконец-то стукнуло 51 год. Я уже большая девочка. Так что с вами была Лада Христинка, мастер лоскутных одеял. Всем удачного дня!